Кто из вас хотел вновь увидеть утренний Рим? Пожалуйста! Сегодня я начинаю мой день на Пьяце Делла Ротонда. Как и в любом городе мира, в Риме утро особенное. У него свои звуки и запахи. Можно даже закрыть глаза, слушать звуки утреннего Рима и просто мечтать. Главная достопримечательность этой площади – Пантеон. Если хотите в полной мере ощутить магию Пантеона, приходите сюда утром, когда еще в Пантеоне никого нет. Походите по нему, полюбуйтесь великолепным куполом, в центре которого находится окулус – 9-метровое отверстие, через которое в Пантеон попадает освещение. В окулус Пантеона попадает не только солнечный свет, но и дождь. И вы знаете, как это красиво. Однажды, когда я проводила вечернюю экскурсию, прямо с первых минут экскурсии начал моросить дождь. И пока мы дошли до Пантеона, мои туристы уже успели купить плащей и зонтики, начался просто проливной дождь. Вы просто не представляете, как это было красиво, зайти с темной улицы, где шел проливной дождь, в светлый, хорошо освещенный Пантеон, который символизирует вселенную, созданную единым божественным началом. Мы все вместе подняли голову вверх и наблюдали, как через окулус Пантеон падал дождь. Это было просто потрясающее зрелище. В XVI веке, когда Микеланджело работал над куполом собора Святого Петра, перед работой утром он заходил в Пантеон, чтобы полюбоваться куполом и сделать замеры. Микеланджело называл его созданием ангелов, а не человеческих рук. Диаметр купола 43 метра. Он выполнен из неармированного монолитного бетона. А уникальность Пантеона состоит в том, что сфера диаметром 43 метра идеально впишется в это здание. Как же удалось римским инженерам создать такой купол? Они облегчили конструкцию купола за счет уменьшения веса стройматериалов. Барабан купола стоит на стене толщиной 6 метров. Во время строительства толщина бетона от основания к верхней части уменьшалась. Если внизу купола 6 метров, наверху толщина возле окулуса уже полтора метра. При строительстве нижней части купола использовали тяжелый стройматериал. Чем выше становился купол, тем легче становился стройматериал. И даже добавляли туда пемзу. Первый пантеон был построен Агриппой еще до нашей эры. Он дважды пострадал от пожара. В 120-х годах нашей эры пантеон был заново отстроен императором Адрианом. Адриан никогда не подписывал своим именем перестроенные здания. Так на пантеоне осталась надпись, с кем был построен первый пантеон. И надпись гласит. Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, построил. Пантеон всегда был действующим храмом. Сначала языческим, а затем христианским. В 609 году император Фоко передал пантеон папе римскому Бонифацию IV. Папа осветил храм, и с тех пор пантеон стал католической церковью Санта Мария Делла Ротонда. Из пантеона были вынесены статуи языческих богов, вместо них появились статуи христианских святых, а на стенах появились фрески и иконы. В каждой христианской церкви есть колокольни. При правлении папы римского Урбана VIII скульптором Бернини в пантеоне были сделаны две небольшие колокольни, которые в народе быстро прозвали «ослиными ушами». Сейчас их, правда, нет, их снесли. Начиная с эпохи Возрождения, в пантеоне, как и во всех церквях Рима, были похоронены выдающиеся люди своего времени. В пантеоне покоятся члены королевской семьи, художники, скульпторы, музыканты. Здесь покоится и Рафаэль Санти. Надпись на надгробии гласит «Здесь покоится великий Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побежденной, а после его смерти она боялась умереть». В пантеоне открыли для посещения самые потайные и секретные комнаты. Правда, попасть туда можно три раза в неделю по предварительной записи. Надо посмотреть ежедневники, когда у меня будет свободное время. Обязательно запишусь на экскурсию и сниму для вас видео. Люблю показывать вам что-то интересное и новое. После пантеона я еще долго гуляла. Утром перед экскурсией так приятно прогуляться по утреннему Риму. В тишине, когда никто не мешает, я все рассматриваю как в первый раз. И до сих пор нахожу для себя что-то новое. И тогда я думаю, что невозможно Рим изучить до конца. В нем столько тайн и загадок. Вот нашла на фасаде французской церкви Сан-Луиджи де Франчези символ, и никак не могу его разгадать. Может, кто-нибудь из вас знает, что он означает? Рим – это прекрасный город, в котором невозможно скучать, и я все время стараюсь разгадать его тайны. Дорогие друзья, кто из вас хочет побывать в необычных местах Рима? Пусть даже это будет бар. Мы находимся в двух шагах от шумной Виа-дель-Корсо, прямо за дворцом Дория Памфили. И заметьте, здесь очень тихо. А какой великолепный интерьер. Про этот бар мало кто знает. Записывайте адрес и обязательно заходите сюда. Пусть это будет ваше новое секретное место в Риме. Здесь можно позавтракать с 9 до 12, пообедать с 12, 30 до 15 и выпить апперитив с 17 до 21 часа. Кафе Дория – это место, где переплетается искусство, еда, страсть в изысканной обстановке дворца Дория Памфили. Обязательно заходите сюда. После одной из моих экскурсий остался кусочек видео, как мы на лифте поднимались на алтарь Отечества, а внизу – Капиталистская площадь и музей. Сегодня я хочу показать вам еще несколько картин из пинокотеки Капиталистского музея. Солнце заграло все. Ничего не видно. В залах Капиталистской пинокотеки много интересных картин, у которых хотелось бы остановиться и рассмотреть в деталях. Здесь представлены картины Рубенса, Марчелло Винусти, огромная картина Гуэрчино, которая была изначально предназначена для собора с Пятого Петра, много картин Гуидо Ренни и многих других известных художников. Сегодня я хочу остановиться на картине Рубенса «Ромула и Рем». В прошлом видео про Капиталистские музеи я подробно рассказывала вам про зал Горациев и Куриациев. На фресках кавальера Дорпина изображены некоторые эпизоды из истории Рима, и там я уже рассказывала про историю рождения Ромула и Рема. Сегодня же я хочу показать вам картину Рубенса «Ромул и Рем». Все так взаимосвязано между собой. В галерее Бургези тоже в одном из последних видео я показывала вам скульптуру Бернини «Эней, Анхис и Асканий». Еще раз покажу эту скульптуру, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Эней, убегающий из города Трои, который был охвачен пожаром, выносит на своих плечах отца, в руках которого домашние боги, и выводит сына, в руках которого домашний очаг. Сына звали Асканий. После смерти Инея его сын Асканий на хребте Альбанской горы основал город, который назвал Альба-Лонга. Там жили его потомки до тех пор, пока наследниками не стали два брата – Амулий и Нумитор. Они разделили наследство. Нумитор, старший брат, в римской мифологии стал царем Альбы-Лонги. А младший брат, Амулий, стал владеть всеми богатствами семьи. Но этого ему показалось мало, и вскоре он сверг с престола своего брата Нумитора. Свергнув царя, Амулий опасался его наследников. Он позаботился о том, чтобы дети Нумитора не смогли его свергнуть. Сын Нумитора при загадочных обстоятельствах пропал во время охоты. А дочь Нумитора, Рея Сильвия, была отдана в жрицы богини Весты. Весталкам нельзя было выходить замуж и тем более рожать детей. На пятом году своего служения Рея стала жертвой насилия. Так она нарушила обет целомудрия данной богини Вести. Рея родила близнецов. Узнав об этом, Амулий, родной дяди Реи, приказал утопить ее вместе с детьми. Бедная Рея Сильвия. Она оказалась брошенной Марсом, отцом их детей. Да еще и дядя решил от нее избавиться. Но бог реки Тибра сжалился над Реей и сделал ее своей женой. Тибр разлился, корзину с детьми прибило к подножью Палатинского холма. Это краткая предыстория. А вот сейчас на картине мы видим волчицу, вскармливающую близнецов. Волчица бежала к водопою и вдруг услышала детский плач. Корзина с младенцами стояла под смоковницей. В тени дикой смоковницы слева мы видим бога реки Тибра Тиберина. Он в образе старика облокотился на большой кувшин, из которого вытекают воды реки. Рядом с ним Рея Сильвия, мать близнецов. В центре мы видим волчицу с близнецами. Они тоже находятся рядом с рекой. Волчица выполняет роль матери. А изображенные на картине птицы дятел и чибис помогали волчице заботиться о близнецах, оберегали их и приносили еду. Из-за куста выглядывает пастух Фаусту, который потом нашел младенцев и воспитал их вместе со своей женой. В соседнем зале находится копия картины Рубенса «Рому ЛРМ». Автор ее – Доминика Корви. Она перед вами. В Капитолийских музеях много картин итальянского художника Бенвенута Тизи. Его еще часто называют Гаррофало. Своё прозвище художник получил по гвоздике на своем гербе. Перед нами картина «Мадонна с младенцем и святыми». Это, скорее всего, Мадонна с младенцем во славе, так как на небесах мы видим оркестр из ангелов. В руках ангелов такие инструменты, как кефара, орган. Мадонна с младенцем находится на облаках, над местностью с домами и жителями. На переднем плане – два монаха. По одежде мы узнаем, что они францисканцы. Их ряса подвязаны веревкой с тремя узлами. И справа, скорее всего, Франциск Осиский. Если присмотреться, можно рассмотреть сигматы – раны на руках и ногах. Франциск Осиский стал первым святым, получившим дар сигматов после общения с Христом. За этими монахами в левом нижнем углу еще два монаха, а в правой части виден мост и очень мелкие фигуры мужчины и женщины. Может быть, это Иосиф и Мария – путешествие святого семейства? Абенвенута Тизи очень мало написано. О нем немного написал Вазари. С 1509 по 1512 год он провел три года в Риме. Работал при дворе папы Юлия II, где познакомился с Рафаэлем. Потом в дальнейшем в его работах можно будет заметить влияние Рафаэля. По большей части в постройке композиций и фигур. А вот пейзажи Бенвенута Тизи – это что-то потрясающее. В 50 лет Тизи ослеп на один глаз. Он очень переживал и боялся, что полностью может ослепнуть. И поэтому пообещал себе, что будет работать над фресками одного из монастырей без выходных. Кстати, к сожалению, фрески этого монастыря не сохранились. Несмотря на эту проблему с глазами, Бенвенута Тизи еще 20 лет проработал художником, а потом окончательно потерял зрение. Когда я бываю в капиталистских музеях, я часто останавливаюсь у его картин. Мне они очень нравятся. А вот еще одна картина, один из самых узнаваемых библейских сюжетов – Благовещение. На переднем плане слева мы видим ангела в роскошной одежде. Он – колено преклоненный перед Марией. На голове у него корона, а в правой руке – три белые лилии. Это Божий посланник Архангел Гавриил – носитель радостных благовестий. На иконах и картинах его часто изображают с лилиями. Архангел Гавриил был послан Богом к Марии в Назарет с вестью, что она скоро родит Спасителя мира. Архангел Гавриил вошел в дом Марии, чтобы оповестить ее о том, что она скоро станет матерью. Мария одета в красное платье, голова чуть опущена, одной рукой она листает книгу, а другую прижимает к груди. За спиной Марии мы видим домашнюю обстановку – зажженный камин и кота. Мария так поглощена чтением, что даже не замечает Архангела Гавриила. Автор картины «Бенвенута Тизи» оставляет автограф на картине в виде гвоздики. Его звали Гаруфала, а в переводе это – гвоздика. Дорогие друзья, и эти кадры я снимала утром, но уже в другой день и на площади Святого Петра. Давайте на секундочку заглянем в собор Святого Петра. Хочу показать вам, как мало народу внутри. Это для сравнения. Весь народ сейчас стоит в очереди в музей Ватикана. Я снимала эти кадры в 8.30 29 января в последнее воскресенье месяца. В последнее воскресенье месяца вход в музей Ватикана бесплатный. И сейчас я вам покажу очередь, которая стоит, чтобы бесплатно пройти в музей. Я не призываю и не отговариваю вас идти в этот день в музей Ватикана. Каждый из вас должен оценить свои силы и хорошо подумать, так как после такой очереди вы уже будете воспринимать все по-другому. Мне очень жаль тех, кто недооценил свои силы и, чтобы сэкономить деньги, отстоял в этот день очередь. А потом в этот же день у меня под видео из музеев Ватикана пишут, что я сегодня был там, в музеях плохая организация и много всего плохого про город Рим пишут. И даже пытаются отговорить людей и ехать в вечный город. В таких случаях я всегда говорю, кто-то в лужи видит грязь, а кто-то голубое небо. Это видят ваши глаза. Значит, вы смогли рассмотреть и увидеть только это. Не всегда Рим открывается с первой поездки. Надо уметь его рассмотреть и понять. Для этого я и создала этот канал, чтобы помогать вам. Ну и, конечно же, для первой поездки всегда советую брать гида. И у вас тогда останется совершенно другое впечатление о вечном городе. Музеи Ватикана – раскрученные музеи, и все хотят туда попасть. Но в Риме много таких мест, в которых мало народу, а коллекция произведений искусств ничем не уступает музеям Ватикана. Вот, например, Палаццо Барберини. Скоро обработаю и загружу на канал новое видео оттуда. Ну а на этом я буду прощаться с вами. Пишите комментарии, ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось. Делитесь им с друзьями. Всем вам, дорогие мои, желаю мирного неба над головой. И пусть ваши мечты непременно сбудутся. Обнимаю вас всех крепко-крепко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok